МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Зухралеева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Наживиться на мусоре. Руководство управляющей компании «Лидер» подозревает в хищении 235 миллионов рублей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кубачинские башни руками художников. В Махачкале в театре поэзии прошло бейннале печатной графики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недетские результаты на детских соревнованиях. Махачкалинские пловцы-юниоры защитили взрослые разряды на первенстве по плаванию в Ставрополь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руководство управляющей компании «Лидер» подозревают в хищении 235 миллионов рублей. В отношении экс-генерального директора Дмитрия Зуева и нынешнего исполняющего обязанности гендиректора компании «Лидер» Мурада Гаджимагомедова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет по Дагестану. По их версии, в течение прошедшего года подозреваемые незаконно вывозили мусор на несанкционированную свалку в пригороде столицы республики. В результате они сэкономили 235 миллионов рублей, которые подельники присвоили себе. Компания «Лидер» по договоренности с региональным Минприродой должна была вывозить отходы на полигон Гринтау в Избербаш. Но вместо этого мусор продолжительное время вывозили на территорию села Агачау Корободохкинского района. Бывший руководитель лидера Зуев задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд обязал администрацию Кизлярского района отремонтировать дорогу и мост между селами Большая Орешевка и Макаровская. На нашем канале эти проблемы поднимались не один раз. И сейчас к их решению подключились и надзорные органы. Так, заявление в суд о том, чтобы обязать муниципалитет принять меры по устранению нарушений закона, было направлено прокуратурой Кизляра. Ведомство установило, что эти межпоселенческие объекты являются бесхозными и никем не приводятся в надлежащее состояние. Городской суд удовлетворил обращение и обязал администрацию района поставить на кадастровый учет автомобильную дорогу и мост и организовать их ремонт. Житель Буйнахска подозревается в хищении денег у пенсионного фонда. По данным прокуратуры, мужчина незаконно получил выплаты в размере более 1 млн. рублей. В 2013 году подозреваемый вместе с сообщниками оформил документы для получения трудовой пенсии по старости, раньше установленного законом срока. Кроме того, к нему были приложены фиктивные справки о месте работы и заработной плате. По отношению мужчины заведено уголовное дело. У жителя Буйнахска обнаружили контрафактный алкоголь почти на миллион рублей. Крупную партию алкогольной продукции полицейские нашли в автомобиле «Газель». Водитель не смог предоставить соответствующие документы на товар. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. Спиртосодержащий товар направили на экспертизу. После чего выяснилось, что житель Буйнахска занимался продажей алкоголя на территории республики, не имея лицензии. Более 170 тонн зараженной растительной продукции запретил Россельхознадзор ввозить в Дагестан в январе этого года. А именно, из Азербайджана поступило 119 тонн свежих томатов с карантинным объектом и 55 тонн из ташковых орехов из Ирана, зараженных по Великой. В отношении владельцев груза предусмотрена административная ответственность в виде штрафа и протокол. Продукция возвращена в страны экспортов. Записаться на прививку от COVID-19 стало проще. На сайте Госуслуг появился отдельный баннер, кликнув который. Осуществляется переход на веб-страницу с формой записи в очередь на прививку от коронавируса. Об этом сообщает Министерство цифрового развития республики. Ранее записаться в очередь на процедуру могли только пользователи с электронно-цифровой подписью, необходимой для входа на портал Госуслуг. Теперь же для тех, кто хочет пройти вакцинацию, регистрация на Госуслугах не обязательно. Пользователю остается только выбрать подходящее время и медорганизацию, где ему удобно сделать прививку. Необходимо указать район проживания, затем свою поликлинику, после в списке специалистов выбрать вакцинацию от COVID-19. В конце портал предложит определить удобный день и время для вакцинации. Минздрав Дагестана запланировал строительство 50 фельдшерско-акушерских пунктов. Общий объем финансирования составляет более 567 миллионов рублей. ФАПы будут использоваться для выездной работы медиков и обследования жителей сельской местности. Новые медицинские организации будут оснащены всей необходимой техникой для работы амбулаторной службы. Кроме того, к 2022 году планируется открыть две новые поликлиники в Махачкале. Газпром хочет отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане. Компания объяснила это убыточностью бизнеса и большой задолженностью потребителей. Достигла она около 15 миллиардов рублей, а резервы по сомнительным долгам составляют более 9 миллиардов. Глава компании Алексей Миллер предложил премьер-министру Михаилу Мишустину создать в Дагестане единого оператора, который взял бы на себя функции по сбыту газа. Газпром готов передать государству сети, но оставить за собой оптовые поставки. Сейчас этот вопрос находится на проработке в соответствующих министерствах. Кубычинские башни руками художников. В Махачкале в Театре поэзии прошло биеннале печатной графики. Его участники охватили в своих работах и архитектуру древних сел, и культуру его жителей. Но как все это создавалось, узнал мой коллега Карим Данеев. Ему слово. В своей работе, которая называется «Кубачинка», Алиева Карина стремилась показать культуру и быт высокогорного народа. Для точной передачи архитектуры старого села художница лично посетила Кубачи, собрала необходимый материал и приступила к работе. Здесь изображена, собственно говоря, Кубачинка в традиционном наряде с мучалом за спиной. Это их кувшин, в котором они носят воду каждый день с родника в старом селении. Мы там, первый раз я там была в 2017 году. И вот, в принципе, очень, можно сказать, влюбилась в это село, в самобытную культуру, в то, как они сохранили облик свой. Процесс создания картины длился более полутора месяцев. Печатная графика отличается от других жанров художественного ремесла своим трудоемким процессом. Раньше таким способом иллюстрировались книги, и это было самым популярным видом искусства. Сегодня же им занимаются не так массово. Изображения сначала гравируются или на металле, или на дереве, или на пластике, или на линолеуме, или на камне. И после этого при помощи печатного пресса переносится на бумагу. Процесс очень трудоемкий, поэтому требует больших ресурсов, и поэтому немногие художники интересуются и занимаются этим видом творчества. Выставка биеннале «Кубачинские башни» проходит уже во второй раз. Организаторы собрали работы 126 авторов, чтобы показать своему зрителю искусство печатной графики. Мы хотим привнести что-то красивое в мир, мы хотим поделиться искусством, мы хотим, чтобы наш народ смотрел, удивлялся, развивался и узнавал о других видах искусства, узнавал о других регионах нашей страны, о других странах, потому что у нас здесь представлены художники из 10 стран. У всех работы совершенно разные. Организаторы отмечают, что реализация такого проекта невозможна без соратников, и поэтому выражают признательность молодым художникам Дагестана и координаторам, которые принимают активное участие в проекте. Выставка продлится до 14 февраля. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Делегация из Белоруссии посетила муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Гости прибыли в республику в рамках столетия со дня образования Дагестанской АССР. В ходе визита обсуждались вопросы реализации совместных просветительских проектов. Представители Белоруссии отмечали огромную духовно-нравственную деятельность, проводимую дагестанскими богословами в Белоруссии, и передали шейху слова благодарности от местной общины. Сопредседатель Международной общественной палаты Александр Альшевский вручил шейху Ахмаду Афанди памятные подарки и наградил медалью. Это медаль за общественное служение союзному государству. Очень высокая общественная награда. Всего 200 таких существует. Если не минать и не их поддержка такая вот моральная, можно сказать, это невозможно вот такие работы провести. И с этим нам дает всевышную возможность работать с нашими дагестанцами, которые находятся за пределами республики. И это очень важно. Муфтия Дагестана запустил новое мобильное приложение. Теперь каждый пользователь смартфона может в режиме онлайн получить от компетентного богослова ответы на интересующие его вопросы. Приложение содержит функции оповещения о времени намаза, направление для молитвы, красивое чтение Корана. Верующий с помощью приложения легко найдет ближайшую мечеть. Помимо этого, пользователь сможет ознакомиться с ежедневной деятельностью муфтията, богословско-правовыми заключениями по актуальным темам, а также посмотреть видеоматериалы и послушать аудио-уроки. Скачать приложение можно в Play Market или App Store. И о спорте. Борьба за миллион долларов. Именно за такой приз поборется дагестанский боец Ахмед Алиев в новом сезоне Лиги ПФЛ. Выступит он в легком весе. Рекорд Алиева в смешанных единоборствах – 19 побед и 6 поражений. В последнем бою он победил удушающим приемом Рашида Магомедова. В дивизионе примут участие 10 спортсменов, среди которых бывший чемпион UFC в легком весе американец Энтони Петтис. Махачкаринские пловцы 2005 и 2008 годов рождения защитили взрослые разряды на первенстве по плаванию среди юниоров в Ставрополе. Пандемия внесла в календарь сборная по плаванию серьезные коррективы и многие чемпионаты были отменены. Но дагестанские пловцы решили проявить себя и за пределами республики. Что движет молодыми спортсменами плысь к заветным медалям, узнавала моя коллега Лариана Шамхалаева. Кто дольше всех продержится под водой? Кто проплывет дальше? А кто преодолеет дистанцию быстрее? Чтобы быть лучшим, нужно иметь хорошую физическую подготовку и выносливость. Умару 15 лет. В водном виде спорта он только третий год. Однако юноша уже проплывает дистанцию в 100 метров за 1 минуту 4 секунды. С такими показателями он защитил второй взрослый разряд. 50-метровку мальчик может одолеть за 25 секунд. В ближайшие два года хотелось бы выполнить норматив мастера спорта международного класса и проплыть за 21 секунду 50 метров кроли. Пловец признается, что у него есть мечта, которая и является его путеводной звездой. Ну и с кумера можно выбрать даже, мне кажется, Майкла Филбса, потому что он является самым кратным олимпийским чемпионом. Ну и хочу у меня цель повторить, даже превзойти его рекорды. Артуру только 12, но в дистанциях на короткой воде он уже не новичок. Мальчик плавает больше пяти лет. Водными видами спорта он начал заниматься благодаря родителям, которые изначально просто были обеспокоены здоровьем ребенка. Изначально не хотел занимать медали, у меня было просто сколео спины, из-за этого я пришел. Но потом не стало получаться, я занимал медали, и в итоге я решил остаться в этом спорте. За ближайшие три года я хочу выполнить разряд мастера спорта на 50 метров вольным стиле с результатом 23-40. Тренер возлагает огромные надежды на этих двух талантливых ребят, стараясь вывозить их на соревнования за пределы республики собственными силами, доказывая, что в водных видах спорта можно добиваться успехов на чемпионатах страны. Мои ученики в Ставрополе выполнили второй взрослый разряд. Это очень хороший результат для таких возрастов. Мы получили выход на СКФО, Волгоград, иншаллах, в феврале будут представлять Дагестан. На этих соревнованиях они видят другой уровень сильных пловцов, других пловцов. Из-за этого в Дагестане для моих учеников не осталось уже соперников. У тренера и его подопечных есть только одно желание – чтобы в Дагестане появились государственные бассейны, а еще лучше, чтобы они закладывались в проект школ перед строительством. Тогда наша республика взрастет еще больше чемпионов, не только на ковре, но и на воде. Ларьяна Шемхалаева, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ «Махачкала». Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!